Добрый день! Сегодня мы продолжаем разговор о выплетании ручек. Но то, чем мы занимались на прошлом занятии, это, строго говоря, не плетение, это просто обмотка. А сегодня мы будем именно выплетать ручки. Это можно делать разными способами. Начинать примерно с того же, с чего мы начинали и обмотку. То есть, можно оставлять неоплепенные стойки и из них формировать ручки. Можно закрывать весь край и потом продевать дополнительно через край трубочки и делать из них ручки. Еще такая подробность. Можно плести с одной стороны ручку до конца, сначала до конца. И потом в конце, на нужной длине, присоединять ее к противоположному краю. Можно сразу начинать с одной стороны и с другой стороны и потом на середине, чтобы эти ручки встретились. Я приготовила себе пару изделий, на которых оставила стойки для формирования из них ручек. Вот, я держу синие трубочки. Это как раз вот для этой корзиночки. Видите, тут я оставила по краям по четыре стоечки. И вот мы будем делать из них ручку. Вот такую вот. Сейчас мы ее даже измерим, вот эту высоту стойчик, чтобы они у нас были одинаковые. Ну вот, поменьше. Вот тут у нас 20 сантиметров. Значит, вот здесь я подрезаю на высоте меньшей стоечки. И здесь тоже, соответственно, отмеряю 20 сантиметров. Вот это вот здесь будет. Вот так вот. Вырезаю. И потом по ней выравниваю остальные. Вот. Теперь они у нас одинаковые. Я вам сказала, что можно плести с одной стороны от начала до конца. И потом конец присоединять на противоположной стороне. Так мы делали, если вы помните, для вот этого ажурного ведерка ручку с обмоткой. Если мы хотим сплести ручку постоянной ширины, одной ширины полоску, то лучше, конечно, начинать с одной стороны. А если мы плетем с двух сторон, то лучше плести ручку, которая в середине сужается. Вот она широко начинается у краев и сужается в серединке, на верхушке. Делать мы будем примерно то же самое, что делали в прошлый раз. Что я сделаю с самого начала? Я каждую сторону вот здесь вот укреплю на верхушке, чтобы у нас не разъезжались палочки, трубочки. Малярным скотчем. Так же, как делала это в прошлый раз. И с этой стороны точно так же. На той же высоте. И теперь вот можно это пока что просто скрепить прищепками. Можно и то и другое для надежности. Скотч может отклеиться. Вот так вот. И будем плести, ну, для начала ситцевым плетением. Вот я провожу трубочку под край. Я предпочитаю немножечко еще под краем ее провести, чтобы она крепко держалась за край. Вот эта дополнительная лоза, которую я буду оплетать ручкой. Вот она вот маленькая. Вот она. Я возьму-ка! Вот так вот. Вот она. Вот она. Вот она. Вот она. Вот она. Вот я ее провела под краем, потом я этот конец укреплю, уберу и вот этой дополнительной лозой буду оплетать ситцевым способом, обычным. Только вот я первый ряд прошла, вот так вот ситцево и вот этот край лучше тоже зацепить еще за край изделия, чтобы оно не съезжало, тут не образовывался зазор у нас. Так что я его еще протяну вот так вот под край в ее лозу. И продолжу в обратном порядке, как при ситцевом плетении всегда буду переплетать. Кончилась трубочка, нарастим ее. Но наращивать конечно лучше так, чтобы это было с внутренней стороны ручки, это склейка, чтобы это было менее заметно. Это общее правило. Укрепим дальше. Обычным ситцем укрепения, ничего сложного. Лозу лучше уплощать. Ручка будет плоская и протаскивать нам легче будет между прутиками. Тем более, что концы прутиков зафиксировали. И так далее. Плетем, пока плетется. Вот я вне камеры доплела до определенного уровня с обеих сторон ручки. Я сказала, если вы обратили внимание, плетем пока плетется. Что это значит? То есть плетем до тех пор, пока стойки не сузятся до такой степени, что уже неудобно будет оплетать их, продергивать между ними лозу. Вот. Вот я до этого уровня как раз доплела с обеих сторон. Конечно, должно это быть с обеих сторон одинаково. Одинаковая высота, одинаковое количество рядов. Вот я посчитала, с каждой стороны я прошла 25 рядов. Если в идеале, конечно, если у вас трубочки одинаковой длины и одинаковой толщины, то и количество трубочек на это должно пойти одинаковое. Но это уже не существенно. Количество трубочек я не считала. Вот доплела, измерила. Здесь у нас вот 12 сантиметров. И здесь у нас 12 сантиметров. Так что все соблюдено. И теперь, когда мы уже не можем дальше плести, ну во всяком случае трудно, да и ни к чему. Мы убираем вот эти прищепки. Скотч можно оставить, в принципе. А можно и снять. Вот я лишние кусочки только сниму. И дальше мы сведем вот эти вот концы. Смотаем их опять же скотчем и закончим обмоткой, как мы делали это на прошлом занятии. Это оправдано. Как раз вот эта часть ручки у нас будет под руку. За нее надо будет держаться. И поэтому она будет плотнее, тверже. А эти части просто, ну, некоторые декоративную функцию выполняют. Значит, обматываем скотчем. Опять же кусочками удобнее. Конечно, стараемся, чтобы ровненько все это выглядело, чтобы вот эти трубочки лежали параллельно друг к другу. Ну, собственно, достаточно. Здесь мы просто уже обматываем с каждой стороны. Скотч будем смазывать клеем. В прошлый раз я прямо кисточкой это мазала. Здесь у нас небольшое пространство, поэтому я ограничусь этим. Да, в принципе, это не имеет большого значения. И обматываем. Плотненько-плотненько стараюсь уложить витки друг к другу. Здесь можно пока остановиться, но все равно, где они встретятся. И можно начать с другой стороны тоже самое. Здесь у нас трубочка длиннее. Но это, опять же, не имеет значения. Все равно нам ее придется наращивать. Так, ну, вот, пора нарастить трубочку. Наращивать будем с той стороны под ручкой. Ну, вот, я доплела почти до встречи. Сейчас я ее зафиксирую тут. И навстречу еще сделаю несколько витков. Вот этой вот. Той, которой мы начинали облетать. Ну, и вот все, пространство заполнено. Теперь мы эти трубочки подрежем аккуратненько. И внизу, внутри прямо наклеим друг на друга. Вот здесь вот. Вот так вот. Раз. И склеим внутри. Собственно говоря, все. Вот это с платим прищепкой. И пускай мы себе заклеиваем. Ну, конечно, вот эти хвостики тоже мы проклеим. И когда подсохнет, все это срежем аккуратно. Ну, вот такая получилась корзинка. Здесь оно подклеится у нас. Эти кончики тоже проклеенные. Срежем. Это один способ я вам показала. Покажу еще второй. Он, в принципе, такой же. Ну, скажем, вариант. Вот. Тоже заготовка у меня. Здесь я продвинулась несколько дальше. То есть я уже скрепила скотчем вот эти вот стоечки. Тоже их по четыре осталось. Здесь мы будем плести веревочкой. Если там мы делали это с ситцевым плетением, то здесь веревочкой. И если вы заметили, я не просто все вместе свела стойки, а свела их парами. Вот так вот они, парочками. В ходе работы я вам объясню, зачем я это сделала. Именно так. Значит, прежде чем склеивать вот эти части скотчем, я тоже измерила высоту, выровняла их и на одинаковом уровне заклеила. Края тут тоже можно потом будет обрезать. Сейчас можно обрезать. Отступить от конца скотча. Одно и то же расстояние. Вот так вот. Вот так. И будем мы плести, как я уже сказала, веревочкой. Вот одну длинную трубочку. Перегибаем пополам. И проводим под край, под нижний ряд. Вот этой вот парой трубочек будем оплетать веревочкой. Тут, конечно, немножко мешает нам вот это вот дело. Придется нырять все время под стойки. Но зато это будет сохранять постоянную форму угол сужения. Вот мы дошли до края и опять же, как и в предыдущем случае, я рекомендую зацепиться еще за край. Провести любую из трубок лозы под последний ряд края изделия. И продолжаем плести. Вот здесь, значит, у нас все изделие, как вы видите, сплетено простой веревочкой, не косичками. Поэтому лучше, если мы ручку тоже будем плести таким же образом, без косичек. А поэтому, поскольку мы ручку будем плести туда-сюда, вот вы помните урок по выплетанию, вообще по веревочному плетению, по выплетанию прямоугольного полотна на станке. И вот здесь точно так же. Если мы хотим, чтобы веревочка у нас шла все время в одном направлении, здесь мы ее на краю меняем прямую на обратную. То есть, теперь мы будем плести так, чтобы стежки шли у нас вверх. Вот, дошли до края и опять у нас прямая веревочка. Нарастим лозу. И опять плетем обычной прямой веревочкой, простой. Дошли опять до края и опять меняем веревочку на обратную. Будем плести так, чтобы стежки шли снизу вверх. И так далее. Сейчас я до следующего этапа, где надо будет уже давать объяснение до плетудной камеры и потом все объясню. Ну вот я без камеры доплела опять до определенного этапа, с обеих сторон причем, я проплела по 12 рядов. Тут ряды шире, веревочные, поскольку они в две трубочки, поэтому тут хватило 12 рядов. Что значит до определенного этапа? Точно так же до тех пор, пока еще удобно было плести, оплетать каждую из четырех стоек. Теперь уже стало тесновато. И вот что я буду делать дальше? Вот эту вот вторую мы сейчас спрячем, чтобы она не мешала. И буду показывать на этой ручке, на этой половине ручки. Вот я снимаю прищепку и вот эту склейку. Вы помните, что я по парам склеивала? Вот теперь я это разрежу. Я ставлю эти пары вот так вот отдельно. И теперь я буду оплетать вот эти парочки. Вот буквально вот так вот восьмеркой. Значит, а вот теперь я покажу вам, как правильно делать вот эту восьмерку, чтобы она выглядела аккуратно. Значит, вот смотрите, вот у нас две трубочки лозы выходят естественно по разные стороны от крайней стойки. Вот мы берем сначала вот эту, которая впереди у нас. Она должна быть расположена ниже сейчас, чем задняя половинка. Вот мы ее берем, обводим ею вот эту пару, выводим середину ее, с этой стороны обводим ее и оставляем сзади. Теперь мы берем вторую половинку сзади. Вот она у нас ушла назад. Вот так вот теперь это выглядит. Вот они теперь обе у нас располагаются сзади. И теперь мы делаем вот что. Вот этой вот трубочкой правой ныряем в середину и под вторую пару стоек. Теперь этой приходим сюда перекрещиваем вот эти две трубочки лозы. И вот они обе у нас теперь опять располагаются сзади. Повторяем процедуру. Значит вот это ушла вперед в середину. Эта пришла сзади наперед перекрестились они и ушли опять назад. Дальше опять правая в середину левая в середину перекрестились и расположились сзади. Ну еще парочку турах. Правая пришла в середину левая тоже пришла в середину они перекрестились и встретились. Вот теперь вот такая вот получилась восьмерочка вот такой вот елочкой. Теперь вы видите они у нас самопроизвольно сужают вот эту ручку стягивают и вот настает момент когда нам уже неудобно будет это вот наверное последнюю мы сейчас сделаем восьмерку теперь перекрестить надо чтобы было аккуратно теперь вот этот скотч снимем с другой стороны проделаем то же самое и конец закончим простой обмоткой вот я сделала эти восьмерочки с обеих сторон в принципе можно на этом и закончить уже нормальная длина ручки но учитывая что вот эти вот елочки одни идут навстречу друг другу тут образуется в середине зазор поэтому я все-таки рекомендую хотя бы вот небольшой кусочек закончить оплеткой сейчас я это сделаю покажу вещь в окончательном варианте вот я ее обмотала так что в середине она у нас уплотнена как и в прошлый раз синяя корзинка удобно вот руку ложится вот такая получилась у нас корзиночка потом я ее еще покрою лаком еще больше выровняю выправлю все это и покажу вам в окончательном виде как это выглядит теперь я могу показать окончательный вид работы я покрыла лаком эту корзиночку выправила ее форму вот теперь она имеет вот такой внешний вид и вот это вот тоже я подрезала вот эти кончики торчавшие сняла прищепку все склеилось вот такие вот так выглядят наши сегодняшние работы все вот 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 вот